Всем приветик, бойзы! Я вижу то, что мое первое видео, в котором я раскрашивал юнитов, пришлось вам по вкусу, оно очень вам понравилось, и поэтому я решил выпустить еще одно. Сегодня мы будем рисовать ночных жнецов, Night Rappers. Никто не видел этих космодесантников хаоса, ну по крайней мере в имперских записях такие десантники отсутствуют. Есть только их техника. Если вы не знакомы с такими космодесантниками хаоса, ничего о них не знаете, то давайте я о них расскажу. В общем, эти космодесантники когда-то были лоялистами, но они использовали слишком жестокие методы, и поэтому из-за этих жестких методов их отстранили на самую дальнюю границу галактики. Ну, они такие подумали-подумали, зачем мы служим императору, если с нами так жестоко обращаются. Давайте-ка лучше будем служить хаосу. Точнее, нет, они сначала не хотели служить хаосу, они сначала хотели быть сами по себе. Потом за ними пришли серые рыцари. А пришли серые рыцари за ними, потому что эти десантники используют технологию ксеносов. То есть у них в арсенале есть различные пушки от каких-то ксенорас. Поскольку этих десантников никто не видел, ну точнее серые рыцари их видели, и другие ордена, которые за ними охотятся, их образ в имперских данных и записях отсутствует, мы как бы с вами тоже не знаем, как они выглядят. Но мы знаем, как выглядит их техника, и как выглядят их знаки и флаги. Давайте я вам покажу. Где-то здесь они у меня есть. Найт рэперс. Ночные жнецы. Их знак это череп лошади. Я надеюсь, что это лошадь. Вот он. И точно такой же флаг. С двумя косами. Хотя, если так вот посмотреть, то больше кажется, что это не косы, а какие-то заячьи ушки. Если не вглядываться в эту картину. В общем, знак. Как видите, он покрыт зеленой такой краской, но это специально сделано. Чтобы было понятно, каким цветом покрывать наплечники. То есть, наплечники надо тоже вот таким вот зеленым цветом покрыть. Чтобы второй наплечник, он тоже был таким темно-темно-зеленым. Серовато-темно-зеленым. Потому что это немного еще на серый цвет походит. Вот каким-то вот таким. Надо немного вот сюда сдвинуть. Вот примерно как-то так. Сам образ десантника должен быть медного цвета. Медного, потому что техника у этих ночных жнецов, она тоже такая медная, немного вся пошарпанная. Их доспехи и образцы техники, они очень старые. Сейчас вот где-то здесь вы видите ленд-рейдер старого образца. Значит, у них доспех тоже должен быть какой-то вот такой вот староватый, медный. Окантовка доспеха у этих десантников должна быть не медная, а фиолетовая. Но не вот такая вот светло-фиолетовая или розоватая, а темная. Надо сделать вот так. Чтобы этот свет, цвет точнее, он походил на вот этот вот кружок, который окружает череп. Череп. Череп и вот эти две косы. На глаза и оружие пока что не обращаем внимания. Я просто стараюсь сделать так, чтобы рисунок, вот этот вот сам рисунок, он совпадал с броней. То есть как бы рисунок медного цвета, вокруг него кружок фиолетовый. То есть примерно то же самое должно быть с космодесантником Хаоса. Сам космодесантник, он такой медный. Вокруг него, то есть вокруг него эта окантовка, она фиолетовая. И еще зелененький такой цвет, темно-зелененький. Примерно я угадал. То есть примерно у меня получилось сделать. Надо лишь чуть-чуть еще с цветом угадать. Надо примерно сделать похожий цвет. То есть примерно такой же, как вот этот знак. Можно сделать чуть-чуть пониже, чуть-чуть потемнее, там посветлее. Если вы будете делать похожего десантника, то тут уже как хотите. Можете, допустим, сдвинуть. Чуть нет. Так лучше двигать не надо. Тут он какой-то уже другой получается. Можно не тут. Можно опять же поиграть с цифрами. Например, сделать тут так. Тут, например, как-нибудь... 167. Ну вот, примерно какой-то такой получается. Вот тут я примерно с цветом угадал. Потому что, смотрите, он и не медный такой получается, но в то же время он какой-то бледный, пошарпанный, кажется. Здесь же с цветом, мне кажется, даже и менять не надо. Потому что, видите, тут даже не видно линии. Очень красиво получилось. Хотя, так ради интереса, допустим, можно вот так вот сделать. Здесь. Ну вот так, нормально. Давайте оставим так. Пускай такой цвет будет. Этот фиолетовый, что с ним еще можно поменять? Допустим, он должен походить на этот темно-фиолетовый. Походит ли он на темно-фиолетовый? Вот так, допустим, идеально подходит. Но тут уже без разницы. С этим фиолетовым можно хоть как сделать. Хоть вот такой, хоть такой. Потому что в этом кружочке очень много оттенков. От темно-фиолетового ближе к центру и от светло-фиолетового ближе к краю. Тут без разницы. Можно, допустим, сделать 71. 55. И 85. Даже вот так вот можно сделать. Это получается у нас темно-фиолетовый цвет. И видите, все равно красиво. То есть он получился более темным. Все равно красиво смотрится. Так. Осталось только выбрать цвет оружия. Поскольку оружие у... Лэндрейдера... Я просто забыл название этого старого вида Лэндрейдера. Извиняюсь. Я помню новые виды Лэндрейдера. Типа Крестоносец, Ахиллес. У этого не помню. Извиняюсь. В общем, у него оно... Такое. Более... Серебряное. Значит, и у Космодесантника Хаоса оружие тоже должно быть какое-то такое серебристое. Чтобы сделать серебристый вид оружия, надо его сделать немного сероватым. Сероватый цвет лучше всего получается, когда ты делаешь белесый и немного вот так. Ну, мы как бы стараемся делать серебристый цвет. Ну, понятное дело, что тут серебристый цвет у тебя никак не получится. В итоге у нас получается вот... Такой вот... Такой вот осквернитель, такой вот десантник. Вроде получилось неплохо, но остались еще глаза. А вот что насчет глаз? С глазами тут уже без разницы. Поскольку у этого лошадиного черепа... Глаза никак не выражаются. У него там глаз-то и нет. Глазница есть, а глаз нет. Можно с ними делать все, что угодно. Можно сделать черные. Можно сделать фиолетовые. Просто тут будет очень даже хорошее сочетание. Как бы фиолетовая окантовка и сами глаза фиолетовые. Можно сделать розовые. Видите, да? Можно синие, можно зеленые. Тут без разницы. Ну, можно оставить красными. Как были красными, так и оставляешь красными. Давайте трогать не будем, пускай будут красными. Все, сохраняем. Найт Рэпер. Ночные жнецы Рэперс. Следующими десантниками у нас, пускай, будут когти Лорека. У нас вообще сегодня такой день хаоситов. Я решил делать только хаоситов сегодня. Когти Лорека. Клавс оф Лорек. Если кто не знал, а вы наверняка не знали, потому что когти Лорека это такой малоизвестный орден. Ха, орден. Малоизвестная варбанда. То когти Лорека это остатки тигриных когтей, дочернего ордена астральных когтей. А как известно, астральные когти потом стали красными корсарами. Ну, а тигриные когти, после того, как астральные когти стали красными корсарами, они поддерживали с ними связь. И такие, ну раз уж они, они наши бати, назовем их так, превращаются в хаоситов, то и мы тоже заодно с ними перейдем на сторону хаоса. Лорек, он, по крайней мере, подумал так. Раз уж Гурон на сторону хаоса перешел, то и мы давайте тоже на сторону хаоса перейдем. Где-то тут флаг когтей Лорека вот. Когти Лорека, у них полностью черный цвет. То есть у них вся раскраска, она черная. Ну, точнее, не вся раскраска черная. У них доспехи черные, но местами они покрашены в такие красные полоски. Вот так вот сделаем. Наплечники пускай будут красными. Окантовочка должна быть тоже такая сероватая. Серосеребряная, точнее она у них должна быть. Вообще, раньше у них был знак тигра. У них был такой черный тигр нарисован. Но поскольку они перешли на сторону хаоса, они свои доспехи стали красить вот такими полосками. Но мне кажется, что это не тигриные полоски, это больше похоже на царапки. Как будто они когтями свои доспехи царапают. Давайте, наверное, чуть потемнее сделаем. Вот так, чуть-чуть. Они являются союзниками красных корсаров. Ну, вы это уже поняли, я это уже говорил. То есть, как вы понимаете, там где красные корсары, там и когти лорыка. Они за ними следом идут. В общем, всегда рядом с ними. То есть, если вы где-то увидите большой флот красных корсаров, там же и когти лорыка. Там наверняка проплывет их варбанда. Насчет оружия. Насчет оружия. Я вот думаю, в какой цвет можно покрасить оружие когтей лорыка. Выглядят они довольно красиво. Ну, потому что, смотрите. Черный цвет. Как будто окантовочка такая серебряная. Местами красные. В какой цвет тогда можно покрасить их оружие? Глаза у них должны быть красными. Мне кажется, можно цвет доспеха сделать не столь черным, либо вот таким. Ну, хотя это слишком серый получается. Вот такой пускай будет. Вот такой. И оружие. Желтый цвет. Желтый, бронзовый, мне кажется, не подходит. Не подходит. Потому что это немного странно. Сами космодесантники, у которых основные цвета это черный, красный на наплечниках и бронзовый, как окраска. С таким... Ну, точнее, не бронзовый, а серебряный, как окраска, с бронзовым видом оружия. Это не совсем правильно смотрится. Им можно тоже либо как серый сделать. Как будет смотреться красный? Красный, мне кажется. Да, давайте просто лучше оставим серый цвет. Пускай они серым будут. Вот так. Третьими же у нас десантниками будут мечи Харгота. Ну, так-то Харгота говорится, но пишется через К. Вот. Swords of Харгот. Вот так. Когда-то они тоже были лоялистами. лояльным орденом. Но потом две роты, которые защищали имперский мир, они попали в плен и в варп шторм. И когда этот варп шторм через 70 лет закончился, они уже вернулись в виде мечей Харгота. У них такой знак череп. Я только не помню, где он расположен и на какую букву он начинается, на С или К. Ну, давайте и там, и там посмотрим. Вот, кстати, красные корсары. С С С Вот они. Ну, доспехи у них примерно такие же, потому что они тоже черные. Но только окантовка красная. … Аминь. 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 Можно их сделать вот такими, ну то есть, чтобы наплечники были не слишком темными. Потому что зачем слишком темные наплечники? В Варбанде мечей Харгота не очень много. Их там всего-то от силы 200 человек. Ну их даже меньше, их примерно 190 где-то так. У них кораблей-то не очень много. Я даже не думаю, что их, раз их меньше 200 человек, я не думаю, что у них может накопиться 3 корабля. Оружие давайте тоже сделаем серебряным. Серебряный цвет лучше всего пойдет вот таким вот металлическим. Металлический цвет, если хотите рисовать, то делается где-то вот здесь вот. Это то есть, между беловатым и либо синим, либо голубоватым. Вот так вот. Вот так вот сделаем. А насчет глаз, ну им тоже можно сделать. Красные глаза. Не очень, конечно, красиво смотрится. То, что красная броня. Красно-черная такая броня. Но... Такие вот десантники. Хотелось бы это как-то разнообразить. Добавить какой-нибудь еще цвет. Давайте сохраним. И... Где тут у нас когти лорека? Они чем-то похожи. Вот эти вот десантники когти лорека. И эти мечи. Но мне эти когти нравятся как-то даже больше. Теперь у нас будет варбанда очистителей. Ну, или по-другому. Зе пурч. Это которые как бы тоже являются нурглитами. Но вместо всех остальных нурглитов. Они не пытаются заразить планету. Они не пытаются принести в нее жизнь. Не пытаются... Не пытаются... Не пытаются... Даровать... Жизнь дедушки нургла этой планете. Они просто пытаются вычистить все, что на ней находится. Уничтожить. Искоренить. Убить. Все, что находится на этой планете. Поэтому они и называются. Очистители. Ну, или по-другому чистка. Их знак это Три Мухи. Кстати, потом можно будет сделать Сынов Сека. Сыны Сека это типа... Кровавого договора. Вот. Значит, эти очистители. Или еще чистильщики. Их можно назвать. Как-то без разницы. Потому что они все равно... Все планеты подчистую уничтожают. Чему другие нурглиты удивляются. И из-за этого, по сути, другие-то нурглиты их и не любят. Как бы... Как так? Мы приходим на планету. Мы должны эту планету... Заражать жизнью. Даровать ей жизнь. А вы... Что делаете? Вы уничтожаете. Вы делаете не то, что... Должны... Делать. Мне кажется, надо как-то вот так вот сделать. То есть, основной цвет у них сероватый. Наплечники зеленые. Цвет украшения доспехов тоже зеленоватый. Такой должен быть. Но он должен быть более темно-зеленоватый. Более темный, чем сами наплечники. На наплечниках... Просто должны выделяться эти мухи. Поэтому они не должны быть... Светло-зеленые. Вот такие какие-то. Но мне кажется, цвет окантовки, цвет украшения, он должен быть не прямо-таки зеленый цвет. Он тоже должен немного походить на цвет гниения. Можно где-то вот здесь вот это сделать. Вот каким-то вот таким может быть этот цвет. А можно сделать его вообще вот таким, вот как на флаге. Давайте посмотрим. Давайте до соточки доведем. Вот до соточки тут. То есть, тут он будет вот таким вот. Ну прям вообще, прям гнили. Гнили гнилью. Но мне кажется, цвет, конечно, красивый для нурглитов. Но этот цвет не подходит. Вот этим вот чистильщикам. Не подходит, потому что он не для них. Такой цвет больше бы подошел к гвардии смерти. Каким-нибудь еще... Чумоносцам, да? Но не им. Я объясню почему. Потому что эти чистильщики, как я уже сказал, они вычищают всю жизнь. А этот цвет, он подходит больше тем, кто разносит чуму. Чуму, которая сначала убивает, потом зарождает жизнь бога нургла. Вот может какой-то такой, что ли, сделать. Более темный, более прохладный цвет. Так, давайте сначала... ...с серым цветом определимся. Тут, знаете, можно вообще все сделать. 53, 53, 53. Ну, пускай будет такой темно-серый. Наплечник. Наплечник. Цвет нормальный. Но можно и его немного подправить. Если я, допустим, сдвину его до 40. Тут он будет зеленый. Как бы тоже неплохо смотрится. Потому что, как я и сказал, тут уже цвет не гниения. Тут цвет другой. Мы сейчас делаем не того, кто чуму разносит, а тот, кто наоборот, просто убивает жизнь. 190. Эмм... 46. Я рандомные цвета подбираю. Ну, примерно. 149, 190, 46. 149, 190, 46. Вполне неплохо. Ну, давайте оставим, как было. Как там было? Я уже забыл. 149 было? Да? 149. 46. Пускай так. Окантовочка. Она тоже была зеленая. Я там до сотки доводил. 100. Но тут коричневатый. Опять будет. Надо, чтобы темно-зеленый оставался в то же время. В то же время темно-зеленый. Чтобы... ...был темно-зеленый. Надо, значит, поднять цвет. Довести до сюда. Темно-зеленый. А это надо опустить. 30. Не совсем. Я, знаете, сделал цвет точно такой же, как цвет наплечника. Смотрится вроде как неплохо. Я сначала хотел другой цвет сделать. То есть, чтобы цвет был вот такой, например. Но одинаковый цвет. Цвет наплечника и цвет точно такой же. Тоже смотрится, в принципе, неплохо. Как там было? Почему тут нет кнопки вернуть? Блин, как там было? 146? Или 106 было, да? 106? Ой, коричневый цвет. Не то. 106? 140, что ли? И тут? Сколько? 30? Ну вот примерно так. Нет, там было 32. А тут? Ну вот как-то так. То есть, смотрится очень даже красиво, когда наплечник такого же цвета, как этот. Вот. Оружие, оружие. Давайте оружие теперь изменим. Оружие белого цвета. Оружие можно сделать коричневатым, наоборот. Мы делаем оружие коричневатого. Только тут оно не коричневатое. Тут оно пока что... Я, по-моему, этого десантника, очистителя, делаю дольше всех. Да? Или мне кажется? Но, но... Я сейчас хочу оружие сделать не коричневым, а такого древесного цвета. Типа... Знаете, как на рисунке-то? Гвардеец смерти. У него вот эта вот часть болтера, за которую он держится рукой. Она как будто из дерева. Вот. Можно так же сделать. Цвет дерева. Чтобы получился цвет дерева... Охровый называется этот цвет. Ну, кто разбирается в красках, тот знает название цветов. Можно как-нибудь так. Если вы заметили, то здесь, в текстурах, цвет не всегда точно такой же, как тут. Древесный. Можно 125, давайте напишем. 125. И сдвинем сюда. 105. Надо, чтобы сдвинуть. Блин. Надо было... Короче, я неправильно сделал. Если пишешь тут цифры, то лучше сразу все три пиши, а не двигай потом по палитре. Ну, вот какой-то такой получается, древесный. Можно и сменить. Либо наоборот, вверх. Но если ты тут двигаешь вверх, то тут двигается вниз, если что. А если ты тут двигаешь вниз, то тут двигается вверх. Вот видите, да? Ты тут вниз, тут это вбок. Параллели, они вот так вот учитываются. Но я думаю, вы это поймете, потому что вы это видите сейчас. Давайте оставим вот так. А глаза... Глаза, пускай они будут розоватыми. Вот такой вот у нас получился десантник. Я думаю, вполне неплохо. Давайте его сохраним. Можно после того, как мы его сохранили, еще, конечно, попрактиковаться немного. Например, сдвинуть сюда. Это сделать чуть потемнее. Типа, можно сделать вот так. Но мне кажется, такой вид окраски уже больше подходит к какому-нибудь другому десантнику Нурглиту. Ну и последние на сегодня десантники. Это у нас будут ангелы Экстаза. Если я не ошибаюсь, то некогда они были сынами Ультуна. Я уж хотел русским языком писать ангелы Экстаза. Ангелы Экстаза. А вы у себя в игре, вы делаете такие раскрасочки? Или у вас только стандартные раскраски? Ангелы Экстаза. У них знак вот прямо где-то здесь. Потому что ангелы Экстаза начинаются на букву А. Цвет их брони должен быть телесного цвета. Что сложнее всего рисовать. На самом деле это не очень тяжело. Телесный цвет можно рисовать двумя способами. Можно делать его где-то здесь. И у вас получится такой розовато-телесный. То есть видите, да? Такой розовато-телесный цвет младенца. Либо вот здесь. Этот цвет он больше похож на настоящий. Настоящий цвет кожи. Вот такой у них по сути и есть цвет брони. А вот этот вот, который здесь рисуется, его мы сделаем на наплечниках. Окантовка у них полностью черная. Ну как полностью? Давайте мы сделаем ее не полностью, черную. Чуть-чуть. Сделаем вот так. Она у нас будет красновато-черной такой. Ну, она будет казаться черной, но на самом деле это немного красный цвет. Оружие пускай будет белый. Белым, точнее. А глаза... Глаза будут розовыми, что ли? Пока что оставим так. Сейчас надо полностью подобрать цвет. Мне кажется, цвет можно оставить либо таким, либо сделать похожим на вот этот вот цвет. С флага. Либо наплечники сделать вот такими вот. Ну, давайте попробуем. Какая-то румяная кожа получилась. Надо что-то исправить. Надо чуть-чуть сдвинуть вниз, 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 вниз. Ну, все равно получается то же самое, что я и делал раньше. Давайте оставим вот так. Все равно точно такой же цвет, который я рисовал раньше. Наплечники. Наплечники тогда постараемся сделать как на флаге. Ну, вот примерно так. Либо... Можно сделать вот так. Так, а если... 190. Ну, примерно так же, как я нарисовал. Ну, то есть, когда я тут это вводил без... Написание цифр. Вот, давайте так и оставим. Глаза, глаза. Какими сделаем глаза? По сути, без разницы, какими глаза. Можно опять же сделать красными. Ну, чё все? У меня сегодня десантники с красными глазами. Не выспались. Давайте сделаем белыми. Голубые, синие. Пускай такие будут. Ну, что ж. Значит, сегодня мы создали кого? Ангелы Экстаза. Слуги Слаанеш. Кто у нас сегодня еще получился? Ночные Жнецы. Варбанда, которая вооружена секретными видами оружия, за которыми охотятся серые рыцари. Другие ордена космодесанта. И у которой в распоряжении очень много старых видов техники. Когти Лорыка. Мечи Кхаргота. Очистители. И вот Ангелы Экстаза. Таких мы сегодня с вами создали. Это была вторая часть по раскраске. На следующий раз, возможно, я уже сделаю... Ну, понятное дело, на следующий раз я буду делать не хаоситов, но у меня тут зародилась идея сделать теперь имперских гвардейцев. Потому что я там увидел флаг сынов Сека. А сыны Сека, они тоже довольно такая интересная группировка. И с ними кое-что можно красивое сделать. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Ляр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok